Привет! Я тестирую запись видеоуроков и здесь расскажу про модуль Relation Toolbox и чем он лучше стандартного способа редактирования отношений. Устанавливается он просто. Панель настроек, вкладка модулей и где-то чуть ниже середины вот на Relation Toolbox. Также советую поставить модуль Atils Plagin 2. Так, возьмем этот кусочек Петербурга. Полный список всех отношений вам никогда не понадобится, поэтому эту панель можно убрать, а вместо нее добавить Relation Toolbox. Ее кнопка выглядит как шестеренка с карандашом. Основной принцип модуля это выбранные отношения. Найдем, например, шестой маршрут трамвая. Вот есть кнопка поиск, где можно выбрать из списка, но куда удобнее выбрать рельсы и увидеть, что по нему идет шестой трамвай. Выбранные отношения подсвечиваются, и с ним можем делать все, что угодно. Кнопки находятся в верхней строчке. Например, это удаление, которое превращается в добавление. Выбор роли для элемента. Подгрузка незагруженных элементов. Вот они такие большие. И вызов редактор, который нужен очень редко и пригодится раньше для сортировки линий. Чтобы отредактировать теги отношения, достаточно тыкнуть его название. Если у вас что-то выбрано, то тыкнуть вместе с нажитым контролом. Теперь я расскажу про создание отношений. Недавно я проехал по, скажем, вот этому шоссе и сделал несколько фотографий. В частности, фотографию вот этих указателей. Добавим их на карту. Указатели WSM обозначаются простым отношением Destination Sign. На трех объектах. Откуда мы ехали, куда ехали и перекресток. Нажмем «Создать отношения» и выберем Destination Sign. Соответственно, в тегах выберем его дабл-кликом, ну или кликом по заголовку. И добавим Destination углы и Distance 1,2 километра. И теперь расставляем роли. Откуда ехали from. Дальше to. И Intersection. Чтобы сделать второй указатель, достаточно скопировать отношения и поправить его теги. Это будет молоде. 6 километров. Все. Теперь у нас есть два указателя. Выпадающее меню можно вызывать не только для текущего отношения, но и для любого из списка. Посмотрим, что в нем есть. Прежде всего, это выделение членов отношения. Понятно. Выбор самого отношения полезен, когда нужно добавить отношения в отношения. Сдублировать мы только что видели. Удаление отношения понятно. И скачать всех родителей, всех элементов отношения. Это то же самое, как если выбрать всех членов и выбрать файл, загрузить всех родителей. Основная мощь модуля в работе с мультиполигонами, особенно лоскутными. Возьмем бинговский снимок. Вот этот его кусочек, например. И нарисуем здесь природу. Вот такое у нас поле. К нему дорисуем лес. И еще один кусочек леса. Чтобы разбить контур поля, выделим прилегающий к нему лес и выберем из еще инструмента разбить прилегающие линии. Это часть модуля atils.pogin2. И для второго кусочка леса мы сделаем то же самое. Теперь можем делать мультиполигоны. Выберем все фрагменты поля и создать мультиполигон. Добавить к ним. Сразу он выделяется и можем к нему добавить теги. Соответственно. лес. И это лес. Вот получилось три мультиполигона. Один для поля и два для леса. Теперь допустим, здесь редколесие. Это на самом деле кусты. Вот здесь. Сначала нужно убрать отсюда лес. выберем эти два спорных. А сначала разделим. Выберем два спорных кусочка. Все. Здесь теперь ничего нет. И сделаем кусты. Вот и все. Все роли для мультиполигонов проставляются автоматом. По правой кнопке на кнопку создания мультиполигонов открываются настройки. Нам интересен пункт переместить теги с линии на отношения. Например, вот у нас был замкнутый контур поля. И мы хотим сделать из него мультиполигон. Все просто. Жмем и у нас правильный мультиполигон. На линии ничего не осталось. Наконец, с помощью модуля очень быстро делаются административные границы. В настройках есть специальный режим. Но об этом уже в другой раз. Спасибо.